Самыми надежными паролями считаются одноразовые коды. Чаще всего их отправляют по СМС. И если у мошенников нет доступа к вашему телефону, то и код они не узнают. Разве что вы не отдадите его сами. Для этого уже придуманы всякие ухищрения. Представьте, например, такую ситуацию. Вы у друга на дне рождения, отличное настроение, и тут звонок. И в трубке извинений. Простите, только что пытался зайти в свой интернет-банк, или электронный кошелек, или личный кабинет сотового оператора, но ошибся и случайно ввел не тот номер. Ввел ваш. Можете, пожалуйста, скинуть код, который пришел в СМС? Он на самом деле мой. Не ожидая подвоха, в такой прекрасный вечер вы решите помочь человеку. И в реальности отдадите свои деньги мошеннику. Ведь никакой чужой пароль не может прийти на ваш телефон. Он просто не подойдет к чужому счету. Еще один известный способ выманивания СМС-кодов представится по телефону службы безопасности банка или платежного сервиса. Мы заметили на вашем счете подозрительную активность. Хотим кое-что проверить в целях безопасности. Пожалуйста, назовите код из СМС, которая вам только что пришла. Так ведут себя только фальшивые борцы с киберпреступностью. Настоящие безопасники никогда не станут интересоваться вашими личными данными, а уж тем более паролями. А вот мошенник, узнавший номер чужой карты и решивший украсть с нее деньги, станет. Как защититься от подобного любопытства? Ответ очевиден. Никому не сообщайте коды из СМС, которые приходят вам от банков, платежных сервисов и мобильных операторов. Это касается также пин-кодов, многоразовых паролей и любых других данных, необходимых для платежа. После звонка обязательно свяжитесь с банком или платежным сервисом и расскажите о попытке выманить пароль и следуйте их инструкциям. Если нужно, перевыпустите карту, смените пароли, включите усиленную защиту счета. Например, аккаунт в Яндексе можно защитить двойным паролем с помощью приложения Яндекс.Ключ. А для операций с Яндекс.Деньгами есть одноразовые коды, которые не приходят в СМСках, а генерируются прямо на телефоне, даже если нет сотовой связи. Зачем выпрашивать СМС, если можно попросить сразу денег? Многие из мошенников рассуждают так. А что из этого выходит, слушайте дальше.